Уникальный талант, благородная внешность, харизма. Все это о Василии Лановом, который сегодня отмечает юбилей. 85 лет, из них более 60 на сцене. О великом артисте и человеке с большой буквы Мунис Усманова. Кто из ваших героев на самом деле больше всего похож на вас в настоящем жизни? Полосатом рейсе. Шучу, шучу. Я не могу этого сказать, не знаю. Корчагин, Вронский, Варава, Курагин, Вольф. Есть такая профессия жизни на сцене проживать. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был очень красивый принц. Красота могла стать его проклятием, но он не брался за роли без характера. Поставил Бондарчуку ультиматум. Курагина буду играть только если добавишь в сценарий один эпизод. Это лазарет в Бородино. Когда ему отрезают ногу. Эгоисту. Анатолий Курагин этим эпизодом могучий силен. А рядом князь Андрей лежит раненый тоже. И они переглядываются. И этот просит прощения у князя Андрея. А от своего Ивана Варавы отказывался трижды. Говорил, нет в нем силы, одни сопли. Я говорю, я не понимаю, что надо играть здесь в этой роли. А старый оператор, киношный, опытный, сказал, играй романтику русского офицера. Сыграл так, что в военкоматы не справлялись с потоком желающих служить. Женщины откровенно не понимали Любу, что предпочла ему Трофимова. А военные по сей день при встрече отдают честь и обращаются к Лановому, товарищ генерал-полковник. Ну здравствуй, тезка. Здравия желаю, товарищ золополковник. Совсем углушил. Зачем кричишь? Командный голос вырабатывает, товарищ золополковник. Впрочем, экранные друзья в жизни подружились не сразу. Георгий Юматов был обижен на Ланового за то, что тот увел у него роль Торчагина. Я говорю, а что пробовать? Я и только я должен играть. Ах ты наглец. Почему это ты должен? Я говорю, потому что я в октябре 41-го с ним познакомился. Мне было 7,5 лет. Маленький Вася вместе с сестрами оказался в немецкой оккупации. И сельский учитель преподал им главный урок – стойкости. Он сказал, хлопьте, закройте двери на ножку стула. Бо я еще кто на селе узнаю, что я вам читал, мне в голову видировать. Подошел к портфелю, потрепанному. Достал потрепанную книжку, открыл ее. И мы так все ближко сели. И он сказал, Микола Островский, як гуртувалась сталь. С портретом матери он выходит во главу бессмертного полка. Это движение Лановой называет сейчас своим главным делом. Председатель попечительского совета, он каждый год идет плечом к плечу, с теми, кто о войне лишь слышал или читал. И всякий раз поражается тому, что видит. Он дедушку несет, ну как она не видала его, но несет, и это появляется в глазах. Память без указания сделала та самая память поколения. Это чисто русский характер, между прочим. Вот знаете, стоять до конца. Он и стоит, вернее, несется по жизни. Будь то сцена любимого театра, которому верен больше 60 лет, или дороги, перроны, аэропорты, навстречу к любящим зрителям. Словно возраст – иллюзия. Вот дай мне зреть мое, о Боже, прегрешение. Да брат мой от меня не примет осуждение. И дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Муниса Усманова, Максим Катаев, Виктор Швагерус, Мария Емельянова и Наталья Стоинова. Первый канал. Суббота на первом день Василия Ланового. В честь юбилея артиста документальные фильмы, о нем интервью и, конечно, любимые всеми кинокартины «Алые паруса» и «Офицеры». Продолжение следует... Продолжение следует...